Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! Сегодня в программе. Экстремальное утро от самарских видеоблогеров. Какие сайты заблокировал Роскомнадзор? Яндекс.Карты стали лучше и удобнее. Кого из звезд больше слушают в родном регионе? Тревел-блогеры из Самары забрались на гору Стрельное и сняли об этом видео. Все это и многое другое прямо сейчас. А как проходит ваше утро? Самарский видеоблогер Игорь Мочальников вместе со своим другом Кириллом Синевым сняли экстремальное видеокатание по главным достопримечательностям нашего города. Ролик появился в сети 29 июля и уже набрал 13 тысяч просмотров. Экстремальное утро вышло веселым, дерзким и оригинальным. Если вы любите активно отдыхать и не представляете свое утро без зарядки, вам точно понравится. Ну а ребятам летит наш самарский лайк. Роскомнадзор отчитался о выполнении закона об ограничении доступа к сайтам, запрещенной в России информации. За пять лет ведомство заблокировало 275 тысяч ресурсов. Чаще всего в реестр запрещенных сайтов попадали за пропаганду наркотиков и за организацию онлайн-казино. Также Роскомнадзор блокировал за детскую порнографию и суицидальный контент. За последние пять лет в социальных сетях было заблокировано 60 тысяч страниц или материалов. Больше всего запрещенного контента содержалось во Вконтакте – почти 50 тысяч. Затем следуют Одноклассники, Живой журнал, Твиттер и Инстаграм. Меньше всего было заблокировано страниц в Фейсбуке – всего 630. Приложение Яндекс.Карты для Андроид стало показывать полезные данные об организациях прямо на карте. Теперь поиск еще удобнее. Например, вам покажут такие данные, как средний чек, если вы ищете кафе, для гостиниц – количество звезд и цена за ночь, а для супермаркетов – часы работы. Можно быстро просмотреть карту с найденными местами и решить, куда лучше отправиться. Кроме того, Яндекс.Карты теперь отмечают серым цветом места, которые еще не открылись или уже закончили работу. Цены на товары и услуги Яндекс получает от самих организаций или собирает их на сайтах. Добавить свои цены в мобильные Яндекс.Карты может любая компания с помощью сервиса Яндекс.Справочник. Считается, что музыкантов больше всего любят в их родных городах. Аналитики поисковых систем решили это проверить. Они выбрали самых популярных российских исполнителей по прослушиваниям на музыкальных порталах. Узнали, откуда же они родом и сравнили, насколько чаще их слушают в родных регионах, чем в среднем по стране. По результатам был составлен рейтинг домашних музыкантов, тех, кого дома слушают в два раза чаще. Из домашних музыкантов самым популярным оказался курганский автор-исполнитель Жека. Следующий по популярности рэпер АТЛ из Чуваши и Мияги Энд Энншпиль из Владикавказа. Самый же домашний из общего топ-10 популярных исполнителей это Баста. В Ростовской области его слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по России. В ГАИ разработают мобильное приложение для регистрации небольших ДТП. То есть водитель со смартфоном сможет самостоятельно зафиксировать происшествие и отправить информацию в страховую компанию. Выходит, что процесс получения страховой выплаты будет заметно упрощен. Также разработчики сделают невозможным факт мошенничества с помощью телефонов. Лаборатория Касперского выпустила новый антивирус «Касперский фри». Достоинство программы в том, что она бесплатна. Как отмечает руководитель компании Евгений Касперский, новинка не конкурент платным версиям. Она предназначена для тех пользователей, у которых нет возможности приобрести платные антивирусы. Новый антивирус разрабатывали 18 месяцев. И он успешно был протестирован не только в России, но и других странах. Новая программа сможет эффективно обезопасить гаджеты и компьютеры. Содержит защиту файлов, веб-страниц, самозащиту, карантин, автообновления и защиту от запуска зараженных файлов. И если кто не знал, то у нас в Самаре, оказывается, есть тревел-блогеры. Ребята радуют своих подписчиков забавными видео о своих не менее забавных путешествиях. Очередное видео-шедевр носит название «Трип на гору Стрельное. Прогулялись, посорили деньгами». Практически три часа в пути на машине, 150 километров от Самары, и мы находимся в таких вот замечательных местах. А вот там вот, вот там вдалеке смотровая площадка, куда мы сегодня поднимемся. Вот мы приехали на гору Стрельную, отсюда открывается действительно потрясающий вид, и вы можете в этом убедиться. Быстрее погнали за мной, ах, быстрее я хочу вам все посетить. Устал. Итак, ребята, мы добрались на гору Стрельное, и это очень классно. Я вам всем рекомендую, всем советую. Готов ли ты нарушить правила и спуститься в неположенном месте? Где паркур твой? Сейчас будет, сейчас будет. Такая коряга, мы пошли дальше сюда. Здесь очень классно, очень круто. Немного всякой всячины. Так говорят о своих съемках сами путешественники. Игорь Елисеев и Артем Новиков. Интересно, куда их занесет в следующий раз? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группы ВКонтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. Кстати, у нас там уже почти 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока.